Итак, друзья, первые две книги, которые я рекомендую всем для изучения, это однозначно. Первая, это 10 уроков на салфетках, Don't File. Вообще, эта книга, я считаю, она должна быть настольная у каждого человека, который пришел в Reflame в качестве развития своего бизнеса. И вторая книга, которую я однозначно всем рекомендую для изучения, это «Бизнес-план компании Reflame. План успеха». Ребята, вы знаете, я могу сразу сказать, если бы я не знал план успеха, у нас бы сейчас не было тех результатов, которые есть сейчас. И я знаю, как многие люди тратят огромное количество времени впустую в Reflame только по одной простой причине. Они не поняли план успеха Reflame, они не поняли глубину, что здесь можно сделать. Поэтому вот эти две книги, которые я рекомендую каждому, 10 уроков на салфетках и «План успеха». О чем вообще первый урок, друзья? Первый урок, он о правильном направлении. Эту книгу написал Дон Файл, да, он американец. Поэтому я немножко ее раскрою с позиции россиянина. Я позволю на себя такую смелость, потому что в конце концов мы с Натальей создали уже организацию, сеть более чем 60 тысяч консультантов и лидеров. И что-то уже понимаем в этом бизнесе. Итак, первый урок о правильном направлении. Что значит правильное направление? Скажите, пожалуйста, что интересует любую фирму Reflame в частности, как вы считаете? Товар оборот. Совершенно верно. Любую фирму Reflame в частности интересует товар оборот. Как мы дадим этот товар оборот, волнует фирму. Да фирма и по сути по барабану. Оказывается, можно это сделать, просто надо знать теорию и практику сетевого бизнеса. Теория сетевого бизнеса гласит, если вы хотите иметь устойчивый бизнес, вам необходимо на три поколения научить свою организацию всему, что вы делаете сами. То есть строить сеть, сетевой бизнес от этого-то и произошло. Поэтому если вы приглашаете по два, научите на три уровня каждого из них приглашать по два. То есть в итоге вы получите два, они пригласили по два, четыре, каждый из них пригласил по два, восемь, шестнадцать. Тридцать человек организация. Если вы пригласите хотя бы на одного человека больше, хотя бы на одного человека больше, то картинка изменится. И каждого из них обучаем тому же самому. Сколько во втором уровне? Девять. Девять. В третьем уровне? Двадцать. Двадцать семь. В четвертом уровне? Восемьдесят один. Что в итоге? Три плюс двадцать семь, тридцать, девять восемьдесят один, девяносто, сто двадцать человек организация. Понимаете, в чем дело? Таким же образом мы можем с вами посчитать, что будет, если приглашать по четыре. Мы можем посчитать, что будет, если приглашать, к примеру, по пять человек. Пять, двадцать пять, сто двадцать пять, шестьсот двадцать пять. Как итог семьсот восемьдесят человек организация. Но я хотел бы, чтобы вы посмотрели на этот бизнес позиции, как строить организации по шесть человек. Почему по 6? Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете. Это бриллиантовая квалификация, да? Это бриллиантовый директор. Это серьезный уровень в компании Reflame. 6. Сколько будет во втором уровне, каждого из них обучаете по 6? 36. Сколько будет в третьем уровне, если каждый из них приглашает по 6? 216. Сколько будет, если каждый из них приглашает своих 6? 1296. Как итог, друзья, вы можете меня перепроверить. Это будет 1554. Вместе с вами 1555 человек. 1555 человек. Обратите внимание. Я хочу, чтобы вы вот сейчас услышали это. Для того, чтобы получить такую организацию, вы сами лично работали непосредственно с 6 людьми. С 6 серьезно настроенными людьми. 1554 человека. Вместе с вами 1555. Давайте возьмем, даже если в среднем каждый из них делает товарооборот. Хотя бы 3000 рублей. Реальная цифра, скажите. 3000 рублей. Кто-то для себя на 3000 покупает. А у кого-то будут клиенты еще свои. Саша, поможешь мне посчитать? Сколько будет в итоге? 4 миллиона 665 тысяч. 4 миллиона 665 тысяч рублей товарооборот. 4 миллиона 665 тысяч рублей товарооборот. Друзья, и для этого не обязательно открывать магазины, торговые точки, рестораны, кафе или еще что-то. Бизнес можно сделать с умом. Сейчас, тем более в наше время. А от этого товарооборота фирма нам выплачивает четко фиксированный процент. 4% с этого товарооборота. Сколько это составит? Сейчас Саша поможет нам. По-моему, эта цифра составляет примерно 186 тысяч рублей. Примерно 186 тысяч рублей в 3 недели, друзья. Я хочу отметить, что эта цифра в 3 недели. Обратите внимание, эта цифра в 3 недели. Если мы эту цифру переведем в месяц, а перевести в месяц очень легко. 186 тысяч умножьте на 17 каталогов в году и разделите на 12 месяцев. В месяц это будет примерно 260 тысяч рублей. Вопрос только один. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл обучиться этому бизнесу? Наверняка у вас сейчас возникает много вопросов. Где брать людей, как найти, как с ними работать. Об этом говорится в следующих уроках на салфетках. Но самое главное сейчас понять, вот оно правильное направление бизнеса. Организовать товарооборот. Друзья, желаю успехов. О чем второй урок? Часто задается вопрос, а как построить организацию? То есть, как сделать так, чтобы она была стабильной? И вот второй урок, на самом деле, о том, как сделать так, чтобы у тебя организация была выстроена стабильно, надежно. Это урок о том, почему нужно самому отследить, проконтролировать все три уровня. Выстроить организацию на все три уровня. Результатом работы с тремя уровнями будет появление, как минимум, четвертого уровня. Идея понятна? Вот сейчас это на словах покажу вам, как это происходит на практике, на самом деле. На практике это происходит следующим образом. Смотрите. На практике это происходит следующим образом. Смотрите. Я – это вы. Я – это вы. Вот первая задача, которой необходимо научиться, первая задача, чему необходимо научиться, как пригласить... Ну, кого, к примеру? Петю. Петра, хорошо. Петю. Итак, мы пригласили Петю. Первая задача, чему вам нужно научиться, как пригласить Петра, да? Мы пригласили Петю. Дальше задача, не забывайте, да, наша задача выстроить организацию на сколько уровней? На три уровня. На три уровня в глубину. Следующая наша задача, вторая, какая? Научить кого? Петю. Петю чему? Как ему пригласить кого, к примеру? Сергея. Сергея. Пишем Сергей. Итак, второе. Как научить Петра пригласить кого, сказали? Сергея. Так, хорошо, мы научили Петра, как пригласить Сергея. Как этому научить? Очень легко, ребят, на самом деле очень легко. Три вопроса, на которые нужно дать ответ всегда любому человеку. Первый вопрос, на который нужно дать ответ, кого приглашать. Второй, куда. И третий, когда. Кого приглашать? Список имен. Вот у меня так выглядит список имен. Это моя тетрадь. Поэтому первая, первая задача составить список имен. Посмотрите, как он выглядит. Куда приглашать? Это график встреч. Каждый понедельник, каждый вторник, 18.00, здесь проводятся вот такие вот презентации. С понедельника по пятницу, в 19.00, проводятся видеопрезентации по вебинарам. Идея понятна, мужчины? Да. Помимо, проводятся еще индивидуальные встречи под предварительным согласованием с высшестоящими наставниками. Ответил на вопрос, кого приглашать, куда и когда. Ребят, это понятно? Понятно. То есть наша задача научить Петра чему? Как ему? Кого приглашать? По списку имен. Куда и когда. Правильно? Результатом явилось то, что у него появился Сергей. Следующая, третья задача какая? Научить кого? Сергея Трана. Вот тут самое интересное. Научить опять Петра чему? Как ему обучить Сергея? Понятно, как ему обучить Сергея? Пригласить? Кого? А? Катю. Катю. Понятная идея? Я прям запишу это. Задача кого? Научить кого? Петра. Петра. Как ему научить Сергея пригласить Катю? Как мы это будем делать? Рассказать на практике? Да. Очень легко. Сажаем Петю рядом с собой. Садимся с Сергеем. Вот смотрите. Сидите вы. Сижу я. Рядом Петя, рядом Сергей. И я при Пете Сергея обучаю трем вопросам. Каким? Кого приглашать? Куда приглашать? И когда приглашать? Понятная идея? Для Пети это новая информация? Нет. Это повторение того, как я его обучал. Но он видит, что я Сергея обучаю тому же самому. Понятная идея? Результатом этого обучения будет то, что появилось Катя. Ловили идею. И завершающая четвертая часть. Задача научить кого? Петра. Опять Петра. Чему мы учим? Как Пете обучить Сергея обучать Катю пригласить Марину. Идея понятна? Обучить кого? Опять. Петра. Как ему? Обучить кого? Сергея обучать Катю приглашать Марину. Идея понятна стала? Как это будет происходить? А вы скажете, Петя, давай сделаем так. Ты сейчас сажаешь рядом Сергея. И при Сергее, его Кате, объясняешь, как ей пригласить Марину. Как ты это делаешь? Достаешь свой список имен. Показываешь, какой надо список составить. Даешь график встреч, когда, куда, кого, как приглашать. Идея понятна? Скажите, пожалуйста, в завершении хочу вам сказать. Какие два слова я использовал чаще всего? Научить. Обучить, научить. И второе? Приглашать. Приглашать. Вы уловили идею? Это бизнес обучателей. Это бизнес людей, которые приглашают других людей. Приглашают что делать? Когда мне спрашивают, а приглашать на что? Я говорю, ребята, не надо приглашать людей продавать сюда. Сюда надо приглашать людей, ну, примерно так. Хочешь ты зарабатывать дополнительно 30-50 тысяч рублей в месяц, для того, чтобы не ходить каждый день с утра на работу? Кто из вас хочет? Для начала зарабатывать хотя бы 30-50 тысяч в месяц. Понятная идея? Вот так вот все просто и легко. Ребята, это второй урок на салфетках. Третий урок на салфетках. Как он называется? Четыре основных действия. Прямо можете записать, да? Четыре основных действия. Мне очень нравится там пример. Аналогия великолепнейшая. На наш бизнес ложится просто изумительно. Идея следующая. Представьте, что вы отправились в путешествие. Ну, к примеру, из какой-то точки, да? То есть из того места, где вы живете сейчас. Ну, к примеру, там, на юга, да? Да, солнечные, солнечные какой-то горы. Итак, вот что ассоциирует с собой то место, где ты живешь сейчас? Это по-другому, что имею сейчас. Вы можете прямо даже сейчас для себя это сделать. Что имею сейчас? По каким позициям, да? По нескольким позициям. Первое. Жилье. Второе. Второй момент. Автомобиль, автотранспорт, да? На чем ты передвигаешься сейчас в данный момент? Третий момент. Какой у тебя доход? Среднемесячный доход. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Четвертый момент, да? То есть как ты отдыхаешь? Я помню, когда мне задали вопрос, а как ты проводишь отдых? Я задал вопрос, а что вы имеете в виду? Мне сказали, молодой человек, по поводу отдыха вы можете себе поставить минус, при том жирный. Отдых. Как вы отдыхаете? Дальше. Поддержание здоровья. Ну, любой грамотный вам доктор, врач скажет, что раз в полгода, как минимум, нужно посещать профилакторию, да? Поддержание здоровья. Если у вас есть дети, то же самое здесь, какое образование вы можете дать детям и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. То есть, что имею сейчас, где я сейчас нахожусь, в какой точке сейчас нахожусь, самый главный ключевой вопрос, который нужно задать себе. Устраивает ли, устраивает ли это меня? Устраивает ли это меня? Если да, устраивает, я вас поздравляю, вы супер счастливый человек и можете жить таким вот образом. Меня до сих пор, даже то, что я сейчас имею, меня до сих пор это не устраивает. Что ассоциирует с собой вот этот пункт назначения, да, куда мы хотим добраться? Это по-другому, что хочу. Что хочу. Вот по всем и вот этим пунктам как раз. Какое жилье? Какое жилье хочу? На каком автотранспорте на самом деле передвигаться? Как хочу отдыхать? Как свое здоровье поддерживать? Какое образование отдать своим детям? Может быть, благотворительностью заниматься и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. Пропишите для себя по основным пунктам. Дальше вы получите некую определенную сумму, сколько вам нужно зарабатывать в месяц, чтобы получить вот то, что вы на самом деле хотите. И свяжите это с карьерной лестницей Reflame. Все четко, просто и конкретно. Но чтобы добраться из пункта А, да, как говорится, в пункт Б, нужно двигаться. Итак, с чего начинается движение? Какие четыре основных действия? Первое действие, если вы собрались куда-то на машинке добраться, первое основное действие, что необходимо сделать, да, то есть это вообще сесть в автомобиль и вставить ключ в замок зажигания. Что это значит? Заключить договор, заключить договор. Я хочу поздравить вас, вы уже заключили договор, поэтому первое действие вы уже сделали. Второй шаг, второе действие, что необходимо сделать? Само собой, если вы отправляетесь в дальнее путешествие, необходимо чем-то обзавестись. Это так? Конечно, нужно обзавестись. Чем обзавестись? Наверняка заправить полный бак, взять запас там, да, то есть масло на доливку, инструменты и так далее, так далее. Если мы переносим на наш бизнес, что это такое? Купите себе. Купите себе продукцию. Купите себе. Что купить? Купите себе продукцию, начните пользоваться, возьмите литературу, руководство, план успеха, бизнес-клан, план компании Reflame. То есть это второе действие. Дальше самое важное, это третье действие. Все, вы сидите в автомобиле, у вас заправленный бак, все готово. А что необходимо дальше сделать? Как говорят многие, включить передачу. Какую? Вот смотрите, самое интересное, вот здесь, в 10 уроках на салфетках автор очень правильно пишет. Включить высокую передачу. Как так может кто-то возразить, да? Как включить высокую передачу? Вначале первую. Ребята, цель как можно быстрее перейти на высокую передачу. Да, вы правы, что перейти на высокую передачу нужно вначале включить первую. Что в нашем случае означает включить первую передачу? Вот этот кружочек это вы. Первую передачу, первая передача, это означает, когда вы пригласили сами лично людей в свой первый уровень. И таких людей нужно найти сколько? Вы знаете, 6 человек. 6 людей, которые серьезно настроены делать этот бизнес. Это первая передача. Скажите, пожалуйста, можно долго ехать на первую передачу? Конечно нет. Нужно как можно скорее включить вторую передачу. Что означает включить вторую передачу? Это означает помочь своим людям включить первую. То есть каждому из них помочь прекратить своих. 6 человек. То есть в этом случае вы включаете уже вторую передачу. Что будет означать включение третьей передачи? Мы сейчас не берем коробку автомат, мы берем механическую коробку. Это означает, что ваши люди помогают каждому из своих людей включить свою первую передачу, как пригласив своих 6 человек. Что получилось в итоге? Он включил первую передачу, ваш человек включил вторую передачу, а вы переходите на третью передачу. На третьей передаче, те, кто водитель, вы прекрасно знаете, на автотрассе, ну, далеко не уедешь больно-то на третьей передаче. Поэтому желательно как можно скорее включить четвертую передачу. Что это означает? Это означает каждого из них научить включить свою первую. Что получается? Он включил первую передачу, этот автоматически вторую, у вашего человека включилась третья передача, а вы перешли на четвертую передачу. Ну, есть, вы знаете, пятая скорость, да, на которой на трассе еще легче ехать. То бишь, когда ваши 6 человек включают четвертую передачу, то есть у них появляется уже четвертый уровень лидера, вы переходите на пятую передачу. И вот это очень важно уловить для себя. Основная ошибка здесь, если вы обратите внимание, заключается в том, что они научились включать первую передачу, но почему-то не переключаются дальше, не помогают своим людям пригласить своих людей. Если вы давно уже в бизнесе и не видите еще больших результатов, посмотрите, на какой передаче вы сейчас двигаетесь. Посмотрите, помогаете ли вы своим людям приглашать своих людей. Вот эта идея. И четвертое действие. Само собой, чтобы найти вот этих 6 людей, которые серьезно настроены на этот бизнес, надо будет пригласить намного больше. Будут люди, которые будут отказывать. Поэтому делитесь с ними информацией о продукте, о косметике и о wellness. То есть четвертое действие. Делитесь. Делитесь. Делитесь, друзья. Делитесь информацией о продукте и о косметике. Буквально несколько моментов в подведении итогов. Итак, еще раз. Вот они, 4 основных действия. Обратите внимание. Я не призываю вас искать людей, которые хотят много продавать. Я призываю искать людей, которые хотят зарабатывать для начала 30 тысяч рублей в месяц, 50 тысяч, 100 тысяч рублей в месяц. И готовы для этого что-то делать. Обратите внимание. Мы готовы годы учиться в институте, а потом сколько зарабатывает большинство людей, которые прошли институты. Годы, вы сами знаете, лучше меня. Имеет смысл изучить этот бизнес, изучить досконально 10 уроков на салфетках, чтобы в итоге начать зарабатывать 50 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч, 300 тысяч рублей и более. Поэтому, друзья, я могу сказать вам одно. Добро пожаловать в университет MLM, в университет Арикина. Четвертый урок. Прямо записывайте. Закладываем прочное основание, прочный фундамент. Вообще, с какого момента можно отчитывать начало своего бизнеса? Вот как вы сами считаете? Вот когда? Момент регистрации, момент выхода на уровень 3% там. Вот с какого момента можно сказать? Я начал делать бизнес-рефор. Ребята, я вам могу подсказать. Отчет бизнеса ведется с того момента, как вы начали самостоятельно проводить свои презентации, свои встречи. Все время до этого можно так назвать, ну, таким понятным словом, как стажировка, да? То есть стажировка, тренировка, обучение, то есть закладка, то есть основных таких вот, ну, фундаментальных знаний. Итак, основной момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание в четвертом уроке. Вы знаете, в этом бизнесе по определению вообще невозможно проиграть. В этом бизнесе по определению невозможно проиграть. Почему? Вы знаете, я всегда привожу вот такую аналогию. Представьте себе бегунов, которые бегут на большую, на длительную дистанцию, да? Скажите, пожалуйста, в каком случае можно проиграть? Ребят, проигрыш возможен только в одном случае, если ты сошел с дистанцией. Понимаете, в чем дело? Кто-то, может быть, директора сделал за год, кто-то за три года. Ну, понимаете, в чем дело? Кто-то бриллиант его делает за пять лет, кто-то за десять лет. Ну, итог-то есть. Вы знаете, когда у меня, я немножко отступлюсь, там не написано это в десяти уроках. Однажды мне одна женщина говорит, да? То есть, ой, моя там сестра занималась Арифлеймом и до директора вышла только там за четыре года. Разве это успех? Я говорю, скажите. То есть, я правильно понял, за четыре года с нуля ваша сестра вышла на уровень дохода 25 тысяч? Она говорит, да. Я говорю, хорошо. А что тогда можно назвать успехом? Я говорю, сколько у вас стаж? Она говорит, ну, у меня восемнадцать лет стаж. Ну, там, на предприятии на своем. А сколько ваша зарплата? Порядка двадцати тысяч. Я говорю, скажите, а что, неужели это можно назвать успехом? Двадцать лет, там, восемнадцать лет трудовой стаж и зарплата в двадцать тысяч. Я скажу, даже больше. Когда вы выйдете на пенсию, у вас даже пенсии не будет в порядке двадцати тысяч. Но это немножко отступление от того, что есть в этом уроке. Итак, самое важное, ребят, на что я вам рекомендую сфокусироваться, это четко для себя определить, что проиграть в этом бизнесе невозможно, потому что проиграть можно только сойдя с дистанцией. И вот такая аналогия. Скажите, пожалуйста, от чего зависит высота построенного нового здания? Как вы сами считаете? Фундамент. Совершенно верно. Фундамент. Фундамент влияет на то, какой высоты здания мы можем построить. Обращайте внимание, вот вы идите на улицу, когда, да, если вы посмотрите на здание, какая часть здания не видна? Ее не видно. Это фундамент. Но при этом, обратите внимание, это одна из основных составляющих любого здания. Что является фундаментом, основанием бизнеса Арифлей? Вот давайте с этим ознакомимся. Ребята, фундаментом, основанием бизнеса Арифлей, я это вы, вашего бизнеса Арифлей, является вот что. Когда у вас появляются лидеры первого уровня, когда вы приглашаете лидеров первого уровня, это означает, что вы фундамент, ну, начинаете копать лопатой. Ну, это я букву L напишу. Это означает, что вы лопатой начали выкапывать свой фундамент. Когда у вас появляются лидеры второго уровня, то есть у ваших лидеров уже появляются свои лидеры, то это означает, что вы фундамент начали копать бульдозером. У вас бульдозер появился в работе. То есть вы начали, ну, так автоматизировали, да, то есть более глубокий фундамент. Когда у вас появились лидеры третьего уровня, это означает, что вы фундамент начали рыть экскаватором. То есть экскаватор более глубокий фундамент. И когда вот у вас появляется четвертый уровень, это означает, что у вас фундамент готов. Вот что является заготовкой фундамента, прочного, мощного фундамента вашего бизнеса Арифлей. Поэтому основная ошибка, которую многие совершают, они слишком рано бросают копать. Вот так вот можно условно сказать. Буквально в нескольких сантиметрах от золотой жилы некоторые останавливаются. Поэтому наверняка вы сейчас можете посмотреть на свой бизнес, проанализируйте его, прорисуйте, да, и вы можете увидеть, на каком этапе сейчас находится строительство вашего бизнеса. Ребята, это основа, просто это нужно выявить. Под итог. Вообще первые четыре урока – это самые важные уроки. Первая задача – поймите их сами, начните применять. Вторая задача – если вы это уже знаете, применяете сами. Начните обучать этому своих людей. Вопрос контрольный хотел бы задать вам. Сколько людей в вашем бизнесе, в вашей команде владеют вот этими четырьмя уроками на салфетках? Ну что, дорогие, я вам желаю успехов, развития, до скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok